Да сколько можно? Это просто капец какой-то! Я целое утро хожу по деревне и пытаюсь найти этого дурацкого мэра! Пиксер, ты чего разорался? Ты кого ищешь-то? Да ну как кого, житель мэра, конечно! Я с ним ещё час назад договорился встретиться! Он попросил сегодня утром передать ему алмазы и золото! И сказал, что это очень важно! И что в итоге? Я хожу по деревне, как истукан какой-то, и нигде его найти не могу! А ты дома у него смотрел, Пиксер? На улице он не появлялся! Дома? Да нет, не смотрел! Мы же на улице договорились увидеться! К нему просто должны были приехать очень важные люди из города! Важные люди из города? Ну ладно, хорошо, сейчас домой к нему сбегаю, спасибо, житель! Странно это как-то, если у него сегодня важная встреча, то для чего он меня в такую рань поднял? Я из-за него сегодня не выспался, нормально не позавтракал! Целое утро по всей деревне собирал эти дурацкие алмазы и золото! Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель! Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13! И вот она, причина моего недосыпа! Стоит у себя в домике! И что самое главное, как ни в чем не бывало, блин! Мэр, вот скажи мне, пожалуйста, ты считаешь это нормальным? Мы с тобой по-человечески договорились увидеться сегодня утром! Я тебя ищу, блин! А ты закрылся у себя дома и никуда не выходишь! Да, кстати, здравствуйте! Пиксель, ты чё разорался? У меня важная встреча! Немедленно выйди из моего дома! Да какая нафиг важная встреча, мэр? Ну забери ты у меня вот эти вот алмазы, золото и всё, дело с концом! Не нужны мне сейчас ни золото, ни алмазы! Выйди немедленно! Капец просто какой-то! Мало того, что забил на встречу со мной, так ещё и прогоняет, блин! Обалдеть просто, ребята! Было-было, но такого ещё не было! Наглости просто нет предела! Успокойся ты, Пиксель, он там чего-то важное обсуждает! Я тут немного подслушал и кажется, он что-то собирается продать! Что-то собирается продать? В смысле, из деревни что-то? Да, Пиксель, это очень-очень секретно! Он регулярно выглядывает из окошка и всех отсюда отгоняет! Вот это на самом деле очень интересно! Чего он там такое обсуждает-то? Я сколько раз повторял, не стоять под окнами, уйдите отсюда! Да всё-всё, мэр, не кричи, не нервничай, мы всё поняли, всё, уходим, уходим! Обалдеть, ребята, какой-то он нервный, вам так не кажется? Да и житель говорит, что он обсуждает что-то секретное! Не знаю, как вам, ребята, но вот мне, например, очень интересно послушать и узнать, чего там такого секретного может продавать мэр нашей деревни! Ещё и жители эти какие-то необычные, вы только посмотрите на их одежду! Насколько мне известно, то в городе носатые одеваются немного по-другому! Но ничего, мы сейчас вместе с вами обязательно в этом разберёмся! Самое главное, подобраться к дому мэра незамеченным! И кажется, ребята, сейчас просто идеальный для этого момент! Становимся поближе к окошкам и внимательно начинаем слушать! Ну вы же понимаете, деревня у нас необычная, и поэтому цена будет соответствующей! Конечно, конечно, мы всё понимаем, поэтому заплатим за вашу деревню тройную цену! Чего-чего, ребята, за нашу деревню тройную цену? Я чё-то сейчас не понял, если я правильно всё услышал, то мэр нашей деревни чё, деревню хочет продать? Это где вообще такое видано, ребята? Я точно всё правильно услышал? Ну в таком случае замечательно, я подготовлю все документы на продажу! И цена за это будет более 40 стаков изумрудов! Я точно, Пиксель, точно, я своими ушами слышал! Мэр деревню хочет продать! Цена огромная, для этого специальные люди из города приехали! Житель, да мы наверняка с тобой всё неправильно поняли, да это невозможно! Ну как мэр может продать нашу деревню? Да 100%, Пиксель, я тебе точно говорю! Бред просто какой-то, я до последнего не буду в это верить, носатый! Ты точно всё неправильно понял? И я, ребята, в том числе! Я в жизни не поверю, что мэр нашей деревни пошёл на такой шаг, блин! У нас же всё в деревне просто замечательно! У нас полный порядок, полная гармония! Жители друг с другом дружат, ну какая нафиг продажа? Да и тем более, зачем мэру столько денег? Чё он на них покупать собрался? Мэр давно говорил, Пиксель, что хочет купить себе домик покруче! Вот походу и решил обогатиться за счёт нас, честных жителей! Ерунда, это просто какая-то, это просто дурацкие слухи! Я в жизни в это не поверю, ещё раз вам повторяю! Ну как знаешь, Пиксель, потом будет поздно, я сам документы видел! Я же библиотекарь, я их своими руками распечатывал! Это всё какая-то ерунда, жители! Вы просто хотите запудрить мне голову, обмануть меня, чтобы я поверил в эту дурацкую байку! Я пока сам лично в этом не убежусь, ребята, я пальцем не пошевелю! Сколько раз мне повторят Пиксель, я сказал не подходить никому к дому! Мэр, я сейчас должен задать тебе очень важный вопрос, ответь на него, пожалуйста, правду! Вот если ты сейчас мне признаешься, расскажешь всё как есть, я тебе клянусь, к дому твоему не приближусь! Жители поговаривают, что ты деревню хочешь продать, да я и сам, если честно, это слышал! Да какое твоё собачье дело, что я вообще продавать собираюсь? Я сказал тебе, Пиксель, у меня важный диалог, не подходить к дому! Я понял тебя, мэр, я тебя понял, большое спасибо, что ты дал мне этот ответ! Вот теперь, ребята, мне всё ясно, теперь я всё понял про этого мэрушку! И, пожалуй, ребята, я вместе с вами буду прямо сейчас действовать! Если мэр думает, что он так просто может взять и одним мигом продать нашу деревню, заработать на жителях, заработать на мне, заработать на популярности нашей деревушки, то ничего у него не получится, ребята, вот вообще ничего! И я во что бы то ни стало, просто возьму и сорву эту дурацкую сделку, вот прямо сейчас, ребята, вот возьму и сделаю это! Вооружаюсь зажигалкой, беру с собой ведрышки, ребята, А после чего мигом подбегаю к кузнице, хватаю несколько ведер лавы и, блин, мне бы по-хорошему ещё бензин какой-то! И как вы понимаете, ребята, я планирую не что иное, как самый настоящий поджог! Я просто подожгу дом мэра, он в буквальном смысле загорится вместе со всеми этими дурацкими документами! И ничего у мэра не получится продать, вот вообще ничего, будет ему уроком! Я ещё более чем уверен, что вы в комментариях ему добрых слов понапишите! И вот тогда мэр точно всё поймёт! И в кузницу, ребята, я, кстати, пришёл не просто так, я хочу взять вот эту вот магическую канистру! Уверен, что с помощью бензина дом мэра вспыхнет гораздо-гораздо быстрее! Пиксель, ты чё, это серьёзно решился дом мэра спалить? Это же очень опасно, подумай! Я уже всё решил, кузнец, он не сможет продать нашу деревню! Ну, возможно, ты и прав, Пиксель, мэр уже совсем с катушек слетел! Вот именно, кузнец, именно поэтому я прямо сейчас вместе с подписчиками решу эту проблемку! Самое главное, очень аккуратно подойти к домику мэра, осмотреться само собой! А дальше, ребята, взять в руки вот эту вот штуковину и аккуратненько вот так вот попрыскать тут бензином! Вот с этой стороны тоже! Обязательно сейчас разольём бензин ещё вот тут, ребята, а дальше я быстренько поднимусь на церквушку и разолью бензинчик на крыше! После чего возьму в руки зажигалочку, пару раз черкану, ребята, и всё дело, как говорится, в шляпе! Самое главное, чтобы мэр меня сейчас не заметил, не услышал! И только в таком случае у нас вместе с вами всё пройдёт замечательно! Так, аккуратненько, аккуратненько вот сюда тоже всё это дело разливаем! Канистра уже практически пустая, ребята, поэтому сейчас разливаем лаву в дополнение! А после чего всё это дело поджигаем! Самое главное сделать всё быстро, чтобы я сам тут, ё-моё, собственно, не загорелся! Фух, ребята, буду надеяться, что всё пройдёт замечательно! Беру в руки зажигалку, нажимаю правой кнопкой мыши, и теперь быстренько отсюда сваливаем, потому что огонь схватился довольно-таки быстро! Ёшкин кот, блин! С ума сойти, ребята, мне даже лава не понадобилась! Вы посмотрите, вспыхнул реально как спичка! Ну ничего, ребята, возможно оно и к лучшему! Нифигашенький мэр, у тебя не получится! Деревню он вздумал продать! Вы посмотрите на него, чё, продал, блин! Какую деревню, Пиксер, ты совсем больной, что ли? Я заключал договор на продажу семян пшеницы на 10 лет вперёд! Ой, ну конечно, конечно, рассказывай, вешай мне эту лапшу на уши! Сгорели все твои документы, не продашь ты теперь нашу деревню! Да какие документы, какую деревню? Ещё раз с ними повторяю, я продавал семена! Подожди, как, семена, ты сейчас с ней шутишь? Нет, Пиксер, я чё на юмориста похож? Ты нафига мне дом спалил? Так я же думал, я думал, ты деревню продаёшь! Да нет, Пиксер, он не продаёт деревню, мы всё проверили! Реально семена продаёт, представляешь? Так вы же мне всей деревней доказывали, ё-моё, каждый житель! Ушиблись, Пиксер, с кем не бывает-то? Жители, вы совсем ненормальные, я же вам поверю! Да ё-моё, я же сам в это поверил, я слышал, блин! Офигеть, ребята, чё я натворил? Весь дом просто выгорел! Ты вообще понимаешь, Пиксер, сколько деревня денег потеряла? Да что там денег, я без дома остался! Так, мэр, не нервничай, не нервничай, самое главное, успокойся! Дом, я тебе самолично отремонтирую как-нибудь! Я вот прямо сейчас выключу камеру и пойду, и пойду дом ремонтировать! Жители, вы же мне поможете? Нет, конечно! Обалдеть, блин, ну спасибо, натворили дело вместе! Отвечать я буду, но ничего страшного, я сейчас всё отремонтирую, мэр, не переживай, успокойся! Всё будет нормально, ё-моё, ребята, вот это я, конечно, дров наломал! Я-то реально думал, он деревушку продаёт, но вы же сами всё слышали! Ещё и жители стояли мне надухом, поддакивали, блин, но ничего страшного, ребята, ничего страшного, вы не переживайте! Я сейчас быстренько постараюсь выкрутиться, постараюсь всё это отремонтировать, и будем надеяться, что мэр не будет на меня злиться! Хотя, блин, если бы мне дом спалили, я думаю, что злился бы я, мягко говоря, очень и очень долго! Короче, всё, ребята, камеру я срочным образом выключаю, нужно как можно скорее добывать все необходимые материалы! Не забывайте подписываться на канал, тыкайте на лайк и нажимайте на колокольчик! Я побежал за материалами, всем огромное спасибо за просмотр, до завтра и пока-пока!